Я все-таки решилась. Морозное утро. Я все-таки решилась и нарастила реснички. Не знаю, сейчас приятнее как-то по утрам на себя смотреть. Нет, на самом деле я люблю себя без ресничек и кайфую от этого. Просто вопрос в том, что у меня сейчас очень много съемок. Я действительно прихожу домой полдвенадцатого ночи просто без сил. И каждый раз вот эти пучки наклеивать это целая проблема. Поэтому я решила нарастить. Немножко о себе с утра. Еще я вам хотела пожаловаться. Не знаю, с чем это связано. То ли от телефона, то ли от того, что я за рулем много езжу и постоянно сконцентрированного внимания. У меня всегда было стопроцентное зрение. Очень хорошее. Ну, то есть я вот и вдаль вижу хорошо. И там никогда не было с этим проблем. Сейчас у меня постоянно как будто какая-то пелена на глазах. То есть я просыпаюсь с утра. И ощущение, что уже уставшие глаза. В чем дело, не пойму вообще. И вот, ну, как-то я не могу сказать, что я хуже стала видеть. Нет, я по-прежнему вижу хорошо. Но постоянно вот глаза какие-то вот уставшие. И вот глазное яблоко внутри болит. Девчонки, вы были правы, это вот долго спелье, да. Кто спрашивал? Господи, зачем ты этой пеной-то себе на руку? Пенка. И что ты с ней будешь делать? Бетюнь, нельзя. Бетюнь. Бертик. Петя. Машель, что это за пена? Это, которую я тебе покупала, для ванны? Нет. Ты вот в этот ящик лазишь, залазишь, потом проблема у нас. Включить на полную мощность нам. Красивые какие перышки у нас. Я написала про глаза, и мне практически взорвали директ. И пишут о том, что это, скорее всего, последствия короны. То, что вот такие ощущения на глазах. Реально какой-то, не знаю, синдром уставшего глаза. Просто ощущение, что, не знаю, на грани того, что ты, типа, спать хочешь. А, и плюс ко всему такая вот, как чуть-чуть пелена. То есть, постоянно хочется вот, как бы, резкости добавить в глазах. Хотя, еще раз говорю, вот, ну, я очень хорошо вижу, и у меня всегда, никогда не было проблем с глазами. Но, может быть, и реально последствия короны. Потому что от нее последствий, на самом деле, дофига и больше. То есть, если ты где-то ударилась, ушибы проходят очень-очень долго. Вот, прям долго. Вот, я прям это заметила. Еще я где-то... Мне кажется, те, кто покупают квартиры в сети, пол своей жизни проводят в тумане, нет? Нет ощущения, что пол жизни из окна ничего не видно у людей. Так, а у нас сегодня фотосессия вот таких прикольных пуховиков. Меня все время спрашивают, Ксюша, какой пуховик актуальный? Вы знаете, что я люблю, и у меня много их. Студия про мозг, оставляю вам ссылочку, переходите и заказывайте. Пуховики очень-очень прикольные. Продолжение следует. Знаете, что мне было удивительно, когда я была на отдыхе И когда у меня был опрос не про любимые парфюмы Я рассказала вам, что я брала с собой Любимые вот эти духи Это вообще они в принципе всегда со мной На отдыхе Сейчас потом вторый покажу Чему я была удивлена Девчонки писали, блин, Ксения, мы не понимаем Зачем вам духи на отдыхе Послушайте, ну на пляж действительно Моветон нафигачится духами Это как бы не выявленный вариант Это вы правы Но если вы идете, например, обедать Почему бы на себя не нанести какой-то красивый вкусный парфюм Но опять же он должен быть достаточно легким Как вот Том Форд И тогда очень Почему не там на экскурсию, например, едете На яхте плаваете красиво Ну не знаю, неважно, в общем, куда Но днем на обед вполне себе Так, второй аромат, который я взяла с собой HFC Вот так вот он выглядит Я неоднократно уже про него вам рассказывала Переводится он как красивое и дикое Надевала я его Яркий, его как раз для вечерних историй К чему весь этот спич? К тому, что вы можете у Оксаны Про которую я вам уже неоднократно рассказывала Попробовать заказать эти ароматы Не отживаешься И в невесомости Тысячи раз И потанцуйте, красиво, медленно И верьте Мои близкие знают, какая я фанатка Ароматов домашних Смотрите, сколько набрала Просто невероятно Именно все То, что ценится в рысе Это симметрия этих пятен Здесь настолько все симметрично Выкладка идеальная Так, это вот такая длина Продолжение следует...